Ребята, добрый вечер! Сейчас мы быстренько с вами пробежимся по окончанию торгов, как у нас прошел сегодня день. Но перед началом видео традиционно попрошу вас подписаться на этот канал, поставить лайки, пройти по ссылкам под видео и подписаться на мои альтернативные каналы на других площадках. Это для того, чтобы в случае блокировки YouTube вы могли оставаться со мной на связи. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на котором я выкладываю уникальные новости, своевременные, ежедневно. И выложил также информацию по Сбербанку. На сегодняшний момент уникальная возможность по Сбербанку снизить свою среднюю. Если у вас позиция свыше 300 куплено, либо 200, у вас есть уникальная возможность в настоящее время снизить свою среднюю по бумагам. Если вы, допустим, покупали на 300, то буквально за те дни, которые мы торгуемся с открытия биржи, вы могли уже снизить свою среднюю до 280, точно целых 20 рублей. И каждый день такая возможность уникальная дается. Об этой возможности я рассказал своим подписчикам на телеграм-канале. Мы с вами все конкуренты, поэтому большому количеству трейдеров не нужно это знать, потому что это знать должны только определенный круг людей. Если мы все с вами будем эту информацию знать, мы с вами конкуренты, то у нас ничего не получится. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, проходите и смотрите уникальную информацию, которая даст возможность вас без привлечения дополнительных средств снизить свою среднюю по позициям по Сбербанку, по акциям Сбербанка. Ребят, ну смотрите, как у нас сегодня прошел рабочий день торговый. Если смотреть по Газпрому, мы с вами с утра в утрешнем видео проговаривали, что я вижу снижение Сбербанка, Сбербанка Газпрома к 200. Это первая цель. Почему? Да потому что у нас идут разговоры по дедолларизации и переходу оплаты за газ, за рубли. Для недружественных стран. Мы видим, что эта тема активно обговаривается от новостях. То есть Пескова спрашивает по срокам. Он лишь отвечает на это тем, что Владимир Владимирович Путин дал указание до 31 марта разработать всю систему, с помощью которой будет происходить оплата за газ. Ну а конкретных сроков, в которые должны оплачивать, так скажем, начать те страны за газ в рублях, не указано. Но в любом случае Россия свои обязательства полностью выполняет. Все поставки выполняются в полном объеме. Поэтому это только техническая часть, но и готовность, скажем, европейских странам к данным оплатам. Поэтому мы видим, мы планировали сегодня спуск к 200. Мы это видим. У нас все это практически реализовалось. Ну а в случае, если при отказе европейских стран от газа российского, в случае потери Газпрома европейского рынка, мы с вами проговаривали, что мы уйдем в диапазон 100-150. Это нужно понимать, потому что нужно будет замещать этот 40% доход от всего дохода, скажем, и от всего объема реализации на альтернативных рынках. А чтобы поставлять те же объемы на альтернативные рынки, необходимо прокладывать новые трубопроводы. А это, сами понимаете, новые вложения, новые громадные инвестиции. На примере СП-2, который, можно сказать, похоронили. И, сами понимаете, к чему это приведет. Возможно, к отмене дивидендов, потому что это отразится на будущих доходах и так далее. Поэтому по Газпрому посмотрите предыдущее видео с утреннего. Я там все это расписывал. Не будем повторяться, не тратить время. Видео получается каждый раз большое и сложно монтировать. Я хочу выпускать как можно чаще. И если вы проявите активность, будете очень много подписываться. Тех смотрящих, кто смотрит это видео, потому что смотрят видео много, подписок мало. Если будет подписок много, я увижу активность, то я буду выпускать это видео, так скажем, чаще. Пока что, возможно, будет выходить один раз в день. Если хотите чаще, то подписывайтесь, проявляйте активность, подписывайтесь на телеграм-канал, на ютуб. И если я увижу активность в подписках, то мы будем встречаться с вами чаще. Так как все мы с вами люди, все мы трейдеры. Все мы находимся в непонимании. И поэтому нам нужно делиться друг с другом информацией, чтобы, так скажем, немного развеяться, те, кто особенно засел в бумагах, и делиться друг с другом какой-то информацией полезной. А касательно Газпрома. Помните, да, такой трейдер, блогер, который активно снимает видео на ютубе, который продавал гаражи, скупал Газпром. И который называл тех людей, которые продают там, он покупал на 332, те, которые продавали эту бумагу. Он говорил, как называл этих людей, в общем, неумные люди. Кто эти неумные люди, которые продают Газпром по таким ценам? Я только покупаю, я только, так скажем, наращиваю позицию, чтобы в будущем заработать там много на дивидендах. И где этот человек сейчас? А человек сейчас переобулся, и он когда-то успел уже скинуть этот Газпром переобвалом. Ну, мы с вами все прекрасно понимаем, что это полный бред. И он, конечно же, либо не покупал, он просто зарабатывает на платных подписках. То есть те трейдеры, которые, блогеры, которые ведут свои платные подписки на телеграм-каналах, естественно, они собирают людей с вас, зрителей, деньги, а фактически они не торгуют. Тот, кто торгует, получает доход от торгов на бирже, тот денег со зрителей своих не берет. Так вот, перейдя к Сбербанку, мы по Сбербанку также планировали постепенный спад движения вниз, то есть лесенкой, да, но мы видели при открытии это движение, мы с вами обсуждали, что, скорее всего, будет сброс на 120, мы увидели просадку, и потом, по моему мнению, опять же, возможно, оно неверное, включился Центральный банк. Почему? Потому что здесь у нас появились крупные лимитки. Здесь и здесь, когда цена подходит 120, у нас появляются крупные лимитки, по-моему, 200 тысяч, либо 300 тысяч. То есть кто-то крупный держит рынок. И это тот крупный, скорее всего, Центральный банк, который поддерживает Сбербанк от падения. И мы увидели рост и дальнейший слив, потому что здесь, скорее всего, присоединились физики, купили и здесь продали. Даже я здесь проводил небольшую сделку, как мы видим. Сейчас скажу, у меня получилось так, сейчас скажу точно. 1, 2, 3, 4, 4 рубля отхватить. Но это, скажем, сделка была спекулятивная. Инвест-пакет я также усредняю. То есть у меня между прививками, так скажем, и обычкой проходят некоторые сделки. Вот, а что касается-то Газпрома. Далее, один важный момент, чего я боялся, собственно, в этом году. Это отмена дивидендов. И мы с вами уже наблюдаем сообщение Мосбиржи. Смотрите. Наблюдательный совет 25 марта по Московской бирже рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. Ну вот, собственно, друзья, и началось. И мы видим сразу, сразу с вами по реакции акции Мосбиржи у нас начала происходить просадка. Акции начали скидывать. Вот так вот, друзья. То есть кто следующий будет по переносу дивидендов либо отмене дивидендов, мы пока не знаем. Но всю эту информацию, в том числе и эту информацию, я скидал в Телеграм-канал. Поэтому мои подписчики оперативно получают эти данные. Если я буду получать данные, так скажем, новые, о новых компаниях, кто отказывается от дивидендов, я, естественно, эту всю информацию буду фиксировать в Телеграм-канал. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить данную информацию вовремя. Потому что рынок у нас новостной. И те, скажем, скачки сегодня по некоторым бумагам, я даже не хочу их рассматривать, в принципе, они мне неинтересны. Такие, как ВК. Был, так скажем, рост на 300 до 500 непонятно на чем. Мне такие бумаги неинтересны. По аэрофлоту мы говорили, что, возможно, будет отскок в районе от 125. И сейчас посмотрим. По-моему, там тоже был сегодня отскок реализован. Да, мы видим, что отскок реализован. Но я бы не советовал лезть в такие бумаги, чтобы в них не застрять. Потому что ситуация сейчас непонятная. Также, что у нас еще интересного было сегодня. По ВТБ меня спрашивали. По ВТБ я вижу, что этот банк очень санкционный, так скажем. Он больше всех пострадал. И перспективы пока что по нему вообще непонятны. И мы посмотрим, если на ДНЕВКУ мы видим, что по нему идет слив. Я изначально, до всего роста еще говорю, что в такие бумаги не нужно лезть. Эти бумаги, вот такие как ВТБ, это многолетняя история похода вниз. Мы видим график, он постоянно идет вниз. Перспектив у данной бумаги нет. И ловить вот эти отскоки, возможно, может перекулятивно. Но чтобы застрять потом и продолжать вместе с данной бумагой идти вниз, я бы не хотел. Поэтому мне такие бумаги не интересны. Мне интересны с перспективным бизнесом, такие как Сбербанк. Пусть он санкционный, но я думаю, что все наладится. В любом случае у него различные идут направления развития. Банк инновационный. И я думаю, что с ним будет все хорошо. Поэтому я только наращиваю позиции по Сбербанку. Никому этого не рекомендую, это скажем. Не повторяйте за мной. Я делаю это самостоятельно. Мне эта бумага интересна. Такие как Газпром бумаги мне тоже не интересны. Потому что мы уже обсуждали почему. Ребят, вот такие вот новости. Поэтому возможность отмены дивидендов по компаниям более чем реальна в настоящем времени. Поэтому будем следить за новостями. И те, кто застрял в бумагах, усредняйтесь. Пока есть такая возможность. В частности по Сбербанку. Проходите телеграм-канал и смотрите, как это делать без дополнительных вложений. И будем готовиться к новым новостям. Это реальная реальность наша. Поэтому те, кто застрял в бумагах, силам терпения. Те возможности, о которых я вам рассказываю. Пользуйтесь ими в телеграм-канале. И усредняйтесь в свою позицию. Чтобы, так скажем, выйти с меньшими потерями. Либо получить наибольшую прибыль в будущем. Ребят, вот такие вот новости. Вот такие вот мнения. Вот такие вот мысли. Подписывайтесь на канал. С вами был Дмитришев. Всем удачи. Не расстраивайтесь. Все у нас будет хорошо. Главное, делайте все последовательно. И принимайте правильное решение. В иной раз лишние движения спекулятивные могут привести вас к убытку. Поэтому подходите к сделкам более, так скажем, подготовлено. На основе всей информации, которую я предоставляю. Ну и другие, так скажем, аналитики. Ребят, всем хорошего вечера. Всем пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok